Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И здесь мне хочется сказать Большое, огромные слова благодарности Прежде всего это нашим педагогам И конечно же нашим родителям Потому что огромный пласт работы Свалился, если так можно сказать И на их плечи Каждая школа провела мониторинг Технической возможности каждой школы Педагогического коллектива Готовности именно педагогического коллектива К тому, чтобы обучать В удаленном режиме с использованием Дистанционных образовательных технологий И отсюда, конечно, сделаны были выводы И возможности школы были положены В основу того, что Какая-то школа выбрала Одни платформы, другая школа Выбрала другие платформы Для того, чтобы вести обучение в удаленном режиме В первые дни учебы Детям задавали домашние задания Не только по базовым предметам Но и по музыке, рисованию, физкультуре Потом в какой-то момент вы поняли Что необходимо снизить нагрузку То есть как это произошло? Да, конечно В самом начале Преподаватели, мы знаем У нас люди очень ответственные Есть учебная программа Есть учебный план Конечно же, все было в соответствии С учебным планом Намечено, запланировано То есть сколько заданий было Во время классной работы Нужно было выполнить Затем во время домашней работы Все это, естественно, учителя И попробовали воплотить Через удаленный режим работы К сожалению, это потребовало Очень большого количества времени И очень большого напряжения Со стороны детей Поэтому, конечно, такие предметы Как физкультура, музыка, ИЗО Нельзя сказать, что это второстепенные предметы Но, тем не менее Это не главные предметы И поэтому скорректировано было Домашнее задание Не только по физкультуре И вообще работа Не только по физкультуре, музыке, ИЗО И таким предметам экзотическим Если это можно сказать Но и по русскому математике Географии, физике, химии То есть количество заданий Было намного снижено Упрощено это все Нелегко, наверное, сейчас И ученикам старших классов Потому что у них много предметов Разные учителя Вот как у них налажена работа Да, вы правы Старшеклассники, конечно У них больше нагрузка, чем у начальной школы Здесь есть свои плюсы, свои минусы Если мы берем ученика начальной школы Соответственно, на него больше ложится нагрузка В плане технической способности Освоить какой-то материал То есть ему нужно подключиться К какой-то платформе Ему нужно выйти То есть вот эти навыки нужно будет использовать То, что касается учеников старших классов Конечно же, на них вложится Большая нагрузка именно на объем материала Соответственно, для того, чтобы освоить тот или иной предмет Им приходится выходить на платформу Просматривать видео, уроки Затем никто не отменял индивидуальные работы с учителем То есть где-то созваниваться с учителем Где-то через электронную почту получать какие-то разъяснения Пояснения Где-то через мессенджер, такой как WhatsApp То есть через аудиозаписи и так далее Соответственно, это все, естественно, накладывает большой объем работы Именно на старшеклассников Уже принято решение, как, когда, в какой форме будет проходить Аттестационная работа И вот сразу про единогосударственный экзамен Вот то, что касается аттестационной работы Насколько я поняла Это вы имеете в виду, наверное, всероссийские проверочные работы Для учащихся первых восьмых классов Мы с вами знаем, что они перенесены на осень Что касается девятиклассников и одиннадцатиклассников То здесь следующая, как бы, ситуация ОГЭ, то есть основной государственный экзамен для девятых классов У нас будет проходить, и уже это документально подтверждено С 8 июня по 31 июля То есть сроки обозначены На сегодняшний день рассматривается возможность проведения данного экзамена В стенах школы, где обучались наши выпускники То, что касается единого государственного экзамена для одиннадцатиклассников То определена сегодня уже дата Точно определена дата начала проведения этого экзамена Что касается, в каком формате он будет проходить Пока еще документально не подтверждено Пока мы еще ждем разъяснений из Министерства просвещения Российской Федерации Ну то есть даже если ситуация в стране не станет лучше Если мы будем продолжать жить в режиме самоизоляции То ЕГЭ все равно будет проходить в школе Совершенно верно Единый государственный экзамен у нас никто не отменяет То есть он будет проходить в любом случае А если говорить в целом Не отразится ли дистанционный формат образования На дальнейшей успеваемости школьников? Ведь не факт, что ребенок действительно занимается Смотрит видео уроки, читает Контролировать его уже сложнее Конечно, вы правы На сегодняшний день у нас успеваемость Если посмотреть за полторы недели То успеваемость в какой-то степени повысилась Это связано с рядом причин Первая причина того, что все-таки под контролем находятся наши учащиеся То есть с ними где-то находятся их родители Которые контролируют весь процесс организации И проведения данных уроков Второй момент У детей больше времени на выполнение какого-то задания То есть это тоже сказывается Но тем не менее мы считаем это только плюсом Потому что федеральный государственный образовательный стандарт Он предполагает, что дети должны уметь учиться То есть как раз в ГОС и учит детей учиться Соответственно дети должны сами самостоятельно какую-то информацию добывать Как раз на сегодняшний день обучение в удаленном режиме Как раз к этому детей наших и подвело К тому, чтобы они могли самостоятельно добывать информацию и учиться И в связи со всей этой ситуацией сократится ли учебный год? Уже известно ли? То есть повлияет ли это как-то на каникулы? Детей отпустят ли школьников раньше? На сегодняшний день нет пока никаких подтвержденных документально Либо о том, что год будет сокращен То есть пока мы работаем в штатном режиме До 30 апреля у нас удаленный режим С использованием дистанционных образовательных технологий Ну и понятно, что когда-то все это закончится Возможно уже в новый учебный год мы спокойно войдем Не получится ли так, что учителям придется Наверстывать упущенное и добавлять количество часов по предметам То есть увеличивать нагрузку на детей? В каждой учебной программе есть так называемые резервные часы Сейчас как раз эти резервные часы у нас и отведены на корректировку программы На те темы, которые необходимо освоить в данном учебном году Поэтому мы, естественно, работаем с педагогами над тем Чтобы все-таки следующий год у нас начать с нового года Так скажем, с нового учебного года Не корректировать программу, не вносить какие-то изменения Не добавлять каких-то новых тем Какие сложности возникают с дистанционным образованием? И есть ли у него достоинства? С этими вопросами наша съемочная группа вышла на улицы города Ребенку очень нравится Я как лояльный родитель полностью за Успеваемость увеличилась То есть вы можете прямо оставить его, он сам делает уроки и в какой-то помощи Целый месяц вообще не подхожу Тяжело Рвутся к общению, к школе, скучают по школе Коронавирус нас никак не радует По учителям скучает? Да, охота им в школу Это вполне серьезно так говорит Он в третьем классе учится И он прям в Грузии скучает и по учителям, и по своим сверстникам Ну, они теперь поймут, наверное, что такое выходить на улицу И меньше будут сидеть за компьютером, в конце концов Будут, когда отметят карантин, будут, скорее всего, больше на улице уже находиться Чем за компьютером и за гаджетами Мне кажется, этот опыт уже применяется У меня вот сын закончил, когда школу уже работает Мне кажется, этот опыт самостоятельного обучения Вот в институте, он когда учился Он уже был этот опыт Может быть, больше уделяется внимание ребенку Все-таки, как будто получается, что индивидуально, да? Уделяется внимание каждому ребенку Может быть, с нашей точки зрения, как мы взрослые рассуждаем Ну, так сказать, мы старой закалки, будем говорить, Советского Союза Поэтому мы, может быть, для нас это и немножечко непонятно А для них-то это все понятно Они, тем более, с первого класса все, сами знаете Если он приходит со школы, с лицея Непосредственно должен отец или мать Ну, то есть родители помогать в учебе Здесь он уже сам пытается проявить себя Как-то показать ответственность, самостоятельность Видите, у нас мальчик, у нас проблемы с поведением в школе Поэтому как-то дома таких проблем не случается Поэтому пока четверки, ну, тройки, пятерки Люди и дети учатся всему новому Это же все новое, прогрессивное Рано или поздно бы все равно пришли к этому Ну, а вот этот вот коронавирус, он заставляет идти к прогрессу Это такой стресс-тест и, конечно, плюсы есть Вообще изучение новых вот этих программ, это и есть образование, правильно? А как вам в целом такой формат работы? То есть в чем плюсы дистанционного обучения? Если можно говорить, что есть вообще какие-то плюсы? Если я скажу, что это что-то новое для нас, для школ города Барнаула То, наверное, это будет некорректно и неправильно Потому что элементы дистанционно-образовательных технологий У нас использовали многие школы Выходы на такие платформы, как УЧИРУ, как Российская лекционная школа В течение года использовали не одна школа То есть практически 80% школ, которые действительно занимаются По отдельным темам, по отдельным предметам Вот именно на этих платформах Что касается таких платформ, как Zoom и Skype Здесь, когда те платформы, которые требуют именно онлайн-выхода Онлайн-трансляции Да, это, возможно, что-то новое И не все школы, естественно, смогли осуществить Вот именно такой способ обучения Но, тем не менее, плюсов здесь очень много Как я уже сказала, это самостоятельная работа учащихся Это возможность онлайн-выхода И все это технически осуществить интерес Прежде всего, учащихся здесь подбадривается Что касается минусов, то это естественно Что каждый учащийся и каждый педагог уже, наверное, сегодня Хотят общаться Хотят общаться вживую К сожалению, в данных условиях, в сегодняшних условиях В режиме удаленного обучения это невозможно И поэтому у нас школы, некоторые школы И некоторые учащиеся отдельных классов, отдельных школ Приняли решение и сделали флешмобы в дистанционном режиме То есть в удаленном режиме флешмобы Где они выразили свою любовь к педагогам Свою любовь к школе И педагоге наоборот Свою любовь к детям Потому что действительно все уже очень соскучились Соскучились по общению По общению вживую По общению с доской, смелым, так сказать То есть с ребятами в классе Когда все это закончится И дети выйдут в школу Может ли получиться, что Вот этот опыт дистанционного образования Вам понравится и вы будете больше проводить каких-то дистанционных Возможно Да скорее всего так и будет То есть больше возможностей будет проведение видеоконференции Через видеоконференц-связь Возможно будет больше каких-то дистанционных моментов Вот допустим на сегодняшний день Все школы пришли к тому Что они смогли организовывать участие свое В селекторных совещаниях разного уровня То есть если это раньше мы считали Что это практически невозможно То на сегодняшний день мы проводим совещание Именно с 85 школами в удаленном режиме Точно так же и с учащимися То есть я думаю, что разные школы Смогут между собой общаться Именно удаленно С использованием дистанционных образовательных технологий А не возникают ли какие-то проблемы С дистанционным образованием в отдаленных районах? Потому что, насколько мне известно У нас несколько тысяч детей Не имеют возможности К такому высокоскоростному интернету Ну в городе Барнауле таких проблем нет Есть, конечно, отдельные моменты Когда и есть там чуть меньше процента детей Которые действительно не имеют такой возможности Разные семьи у нас в городе Барнауле Значит в этом случае мы работаем через бумажные кейсы Так называемые То есть в каждой школе установлен компьютер Куда может подойти родитель Взять либо распечатку на бумажном носителе Либо сбросить себе на флеш-карту Какую-то информацию, задание и так далее То есть с такими детьми работаем уже То есть каждому индивидуальный подход То есть такие дети есть Но все-таки они не остаются без задания Они не остаются без задания То есть охвачено 100% обучающихся школ Сейчас, наверное, сложно говорить Когда все закончится Но все-таки есть какие-то сроки Например, в комитете по образованию Когда закончится дистанционное образование? Мы думаем Но это пока только наши рассуждения Что все-таки этот учебный год Мы закончим именно в удаленном режиме С использованием дистанционных образовательных технологий То есть выхода на очное, на дневное обучение В этом учебном году не предполагается А я напомню, что у нас в гостях была Наталья Михальчук Заместитель председателя комитета по образованию города Барнавла Наталья Александровна, спасибо за эту беседу Спасибо вам Мы очень надеемся, что за вот этот короткий срок Мы получили колоссальный опыт работы в дистанционном режиме Я думаю, что этот опыт мы использовать будем И в следующем учебном году Спасибо Спасибо